Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешену. Аминь. Отчет за прошедший день. Номер 65. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы 14 февраля 2016 года. Видите, сегодня у нас уже встретение 15. Ну, вчера воскресенье было. Ну, везде берется эпиграф. И вот к этим именно роликам по этой теме. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Ну, откуда ни посмотришь, везде именно эта фраза. Измена. Измена в семьях. Трусость, брать на себя ответственность, мыкает все. Почему не сказать, я виновен? Это почти нигде не встретишь где-то. И обман, везде обман. И в депутатах, оборотни милиции, оборотни, оборотни прокуроры, оборотни судей. Ну, в первую очередь, оборотни священнослужители. Прикрылся этой формой, а сам пьяный давит прихожан на машине. Все эти голубые лоби, всякая-то пропастина, все тащит. Изменили Евангелию, как будто его и нету. Тысячу лет не давали в руки Евангелия. Боялись, что из-за него революция будет. Как только люди узнают истину. Ну и дальше размышляйте об этом, о чем говорим. Тема-то одна, но я каждый раз вам указываю, в каком направлении надо маленько поразмышлять. Почему так пришло? Россия рухнула. На Голгофу пошла вся. Сто миллионов голов обошлось. Это жертвоприношение. Ну и дальше вопрос. Я не бываю ни в контактных, ни в одноклассах. Я вот продвигаю, вы смотрите внимательно, запоминайте где-то. И администратор оттуда мне перекидывает на наш форум. На наш форум. А потом я отвечаю, они с форума берут, когда мы свободные. Люди там все работают. А вы вот прочитали это дело. И прям сразу на форум свои вопросы ставьте. Звонят по телефону. По телефону больше двух минут и пять раз в день запрещено говорить. Спекаются мозги. Рак мозга может быть. Ну а дальше объявление даю, чтобы помогли каждый ролик разбить. Посмотреть, что там есть. На какой минуте, на какой секунде. Об этом просят, я не могу. У меня нет возможности это сделать. Вот я даю, а вы так посмотрите. А потом передвину дальше опять. Ну и что у нас было? Считайте. Юрий Соболево Дудиня. Это священник один такой и есть. Можно сказать, настоящий мракобес. Даже не верится, что... Но это именно патриархийные. Их таких вот выписывали. Это иезуит самый настоящий. Сергеянец. То есть самое скверное, что накоплено в патриархии, это в одном человеке, как образец подлости, пошлости. Все в нем, абсолютно везде. И он преследует, он не молится. У него какая молитва-то? Он часов десять сидит в интернете. Священник, он должен пастой заниматься. Да если бы у нас, чтобы не полное погружение, ладошкой по голове, деньги взял и пошел. Да если бы у нас такое было, они нас слопали, даже не жевали бы. Но они этим погружены. Любой заходит, выходит. Ни пяти мини, нету каноны отменены. Никакие жулики, преступники, пираты. И вот он везде преследует. Это как образец. Пока его Господь не прибрал к рукам, вы посмотрите, найдите его, глядите. Он кого узнает, он буквально на всех заливает грязью. На меня нападали. Вот вы сказали, а теперь, когда коснулись, да вы еще мало сказали. Это хищный оскал зверя. Человеку это не свойственно. Как будто человека демон какой-то вырвался на свободу. А переписывались. Наши ролики, девять роликов хорошие были. И все прижмуряется, сейчас смотрит, как он глядит. И вот Юрий Соболев говорит, а можно я с ним, там, вот на меня выходит. Кто со мной переписывается, он всем теперь начинает клеветать. Там это не церковь, ну и всякую мерзость говорит. Я говорю, ну пиши, все будет. Только ничего не будет. Вы с ними согласитесь? Он начнет вас теперь писать на вас на работу, чтобы вас выгнали, как с Андреем Кураевым. Точно. В течение двух дней он начал сейчас уже строчить из своих ксивы туда посылать. В епархию, чтобы его выгнали и прочее. Мерзавцы из мерзавцев. И прикрылся рясой. Это даже не волк. Это как будто бы человека демон какой-то. Юрий пишет. Такое чувство, что он сильно запуган монашеством. Его беспокоит не то, что паство духовно мертвое и не знает Христа. Не то, что люди живут обрядоверием. То есть второе, вот это надо занять всем дамом. Мертвыми. Это умертвил он то, что не учил. Не то, что секты плодятся кругом. Ему этим надо заниматься. Тем более, его подвинули какую-то должность, там что-то дали. Вроде бы как, из интернета узнаю, миссионерским отделом. Что за отделы? Кто их образовал? Кому не нужны? Когда все должны быть миссионерами идти. И эти люди, которые в миссионерский отдел поступают или связь имеют. Это предел падения. Ниже уже падать некуда. Дальше только ад. Присподняя. Это вся прелесть, вся гордыня. Все, они окутаны этим. И вот ему говорит, чем тебе заняться надо. Обеспокоит лишь то, что кто-то обличил исторически сложившуюся форму православного монашества. Это обо мне речь идет. Я обличил ее. И он выискивает, выпрашивает, словно зацикленный, про одно монашество. У меня же нет никакой обиды, раздражения по отношению к нему. Но только чувство сожаления. Сожаление о том, что пастор самолично закрыл для себя слово истины. Понимаете как? Он с ним коснулся, а ему Юрий-то как сыпанул там. И все. Ну и по делу-то. И все. Евгений Димов. В своих видео вы постоянно, когда вопрос заходит об языках, то вы рекомендуете изучать английский или китайский. С английским все понятно. А как насчет китайского? Что в нем такого, что мы должны его изучать? Что может произойти в мире, что именно он нам понадобится? Почему вы ему даете предпочтение? Можете поподробнее рассказать, объяснить? Заранее благодарю спасти нас всех Христос. Ну, Петра Мамонова, знаете, артиста. И он говорит, остается только, чтобы сын учил китайский и будет работать на нефтедобывающей где-то там, не знаю, вышке. Или чтобы разговаривать с китайцем. Это им уже принадлежит. Они уже до Урала Сибирь забирают. Напротив их ста дивизий, одна разрозненная где-то. Вот это даже пикнуть не дают-то. Быстро развивающаяся страна. Два миллиарда под боком. Ни какая-то там Индия будет командовать. Ни Сирия. Вот именно где. Поэтому этот язык потребуется даже больше, чем английский. В самом скором времени. Изучайте пока молодые. Димитрий. Это я из Греции. Жду ваше мнение по поводу выступления этого человека. По поводу выступления этого человека. Вот. А что за человек это? Он говорит. Язычество это Франкенштейн. Мужик и чмо. Отец Андрей Ткачев. 40-40 ДСС. Сорочевская встреча ДСС. Два часа одиннадцать минут сорок шесть секунд. Вот она какой ролик. И мне пришлось выслушать. Два часа десять минут и сорок шесть секунд пришлось смотреть. Я от вас священника не встречался лично. Я вчера рассказывал на собрании было. Какое отношение к нему. Я слушал его здесь. Говорится спазма начинается. Господи боже мой. Человек совсем не верит. Да он говорит. Он все это. Ну я с филарами такая. С Фиделем Кастро или с Керенским. Больше с кем его. Ну мы с Горбачевым может быть где-то. Он говорит у него рекой льется все. Без всякой корректировки можно печатать где-то. Но. Зал какой сидит. Он может рассмешить. Показать. И он неудержимо. Как будто какая-то сила из него эти слова выплескивает где-то. Повторы разные. Лишь бы только не остановиться. И никто этого не видит. Это не просто обольщение. Это супер обольщение. Пусть он эту паству приучит к Слову Божию. Чтобы они не к нему бежали за пустяками. А к Слову Божию. Не тут-то было. Я посчитал сколько он вопросов ответил. Ну процент примерно 6-7 процентов правильно только ответил. 6-7 процентов. Это у всех одинаково у них. Вот эта цифра. Почему? В сравнении с Библией. Если бы сидели они, считали Библию. Он открыл место Писания. Так говорит Бог. То есть это строй меняется. Ничего не меняется в Библии это. Потому что закон Китая для Китая. Россия для России. В России закон царский был. Царской власти нет. Новый закон. Но есть один закон на земле. Который один. Самый древний. Которому подчиняются все государства. Люди, которые уверены. Это закон Библии. Закон данный Богом и Еговой открытый. Ну и о нем я говорю только так. Надо по каждому слову смотреть. Смотреть нечего. Нет. Это он как говорит. Интересно мне еще что. ДСС. Я всегда говорил сокращенно. Это Дудинск, Куратовский, ДС. И на меня почему-то все нападают ДСС. Он рано или поздно на меня наткнется и сорвется. Да помилует его Господь. Насколько достоверна его биография. Что был с наркоманом, с преступниками связан. Не знаю. Но обольщать людей большего предела нельзя достичь. Он как крестится. Вот так вот. И вот здесь этот крест сделал. То есть у него перевернутый крест колдуна. Он креститься не может. Креститься не может даже. И вот показывают в храме. Он говорит. Такое красноречие. А народ туда-сюда. Священники шатаются. Бедлам. Как говорят. Бардак в храме. Он этого ничего не видит. Он видит только самого себя. Как он отвечает умным. По каким книгам. Что прочитал. У людей ничего этого нет. Они выйдут. Они опустошенные. А если бы была бумага. Записали. Он дома проверил. Так говорит Господь Бог. Нет этого. Совершенно нету. Юрий Соболев. Пишет Сергей Дудин. Да. Как же все-таки это новое. Кавычках. Явление Лапкинщины. Постоянно что-то умалчивает. Не договаривает. Поносит. То есть. Он это делает. Он на меня все это свалит. Не договаривает. Он поносит. А я открываю истину во свете Библии. Ваш лжеучитель. Нигде в своих роликах. Не выставил того существенного вопроса. Который задается ему. Как он Лапкину. Может хулить такой тип монашества. Которые проповедуют. Вселенские учителя. Православие. Святитель Веселий Великий. Святитель Иоанн Златоуст. И Святитель Григорий Богослов. Какие бы ни были эти учителя. Великие. Они не больше Моисея. Который вывел народ из плена. А не за монастырские стены его посадил. И однако на суде Божьем. Когда будут иудеи ссылаться. Иоанн Златоуст говорит. В это время предстанет Моисея. Я вам говорил. Среди вас вас ставит пророк. Как меня. 18-15 Таразакония. Вы его не слушали. Так и этим. Разве они вам говорили. Евангелие не слушать. Монашество это вызов. Это протест против обмерщения церкви. Почему раньше монашество не вызвали? Не было монашества. В таком виде как есть оно. С монастырями огромными. Многотысячными. Еще до Константина Великого. Почему? Потому что. Еще вера Христовства. Была на виду. А теперь обмерщить два престола. Монарши и патриарши совместились. Полное обмерщение. Выгодно быть верующими. И вчера шеязычники, коммунисты, фашисты. Все туда полезли. Это протест был. Ушли. Известно. Но они никак не могут сказать выше. Я отвечаю на это неоднократно. Он не слышит. А как говорили они так. Плоды пусть посмотрят. Пусть Ян Златоуст посмотрит. Где этот Константинополь. Где он проповедовал. Где он находится. У мусульман Стамбул. Ну а что дальше-то говорить-то. Вы пройдите там, где были Вселенские соборы. Андрей Кураев проехал одни развалины. Даже свечку не могу затеплить. Столько враждебных взглядов на этих развалинах. Что доказывать-то. История показала, что это мертвый путь был. Монашество прославлять. Его нельзя было прославлять. Надо было. Златоуст понял это. Уже когда в ссылку шел. Там уже тогда монастыри. Снабжайте, отправляйте на миссию. Но поздно было. Дверь закрыта уже. Он пострадал за это. И крепко пострадал. Монашество. Это моно означает один. Не женись. Без всяких обетов. Нигде про обеты не сказано. Иди неси слово Божие. Для Христа служи. Я за монашество. Но не такое, чтобы самые крепкие силы высосать. И за стенами погубить. И везде. Нужно слушаться Аву как Бога. С большой буквы. Да где это такое есть? Аву ничего не знает. Ничего не знает. Он монастырский устав. Но он не считал, в глаза их не видал. У меня седьмой, восьмой том открытым оком. Почитайте там монашеские уставы. Как они эти. Аву. Аву. Это начальник монастыря. И как они друг перед другом показывали. Какую власть имеет над людьми. Это не прелесть, не гордыня. Нет. Это святость. Вот сидят, говорят. У тебя есть послушники? Такие, чтобы все выполняли. Да, есть. Вон увидите. Ну-ка. Трифон, иди-ка сюда. Он со всех ног бежит. Так. Ты видишь этот камень? А камень больше дома. Так. Кати его сюда. Вот он подошел, упирается. Пыль из-под ног, песок. Ну где камень сдвинешь, когда в нем тон 250 больше? Никак. Потеет. Видно, пот течет. А оба сидят и смотрят. Представьте. И в это время один и говорит. И долго он так будет? Пока не помрет. Не уйдет. Так. Ладно. Иди сюда, Трифон. Скажи, а зачем ты это делал? Ты же видел, что камень так не под силу его? Никаким бульдозером не сдвинешь. Ну, оба сказал. Оба знает. То есть полностью отшибленные мозги. Вы не знаете, о чем говорите. Он уставу в глаза не видел, этот дудин-то. Дудка-то его поганая. Я их начитывал, эти уставы, Венедикта, Василия Великого. Все уставы, какие можно было достать, я их начитал. Начитал. Вот представьте. В монастырь принимают, а он с ребенком. Жена умерла или какая причина нет. Он стоит. Что хочешь? Монастырь. А ребенка зачем? А куда я его дену? Он один. Я с настоятелем сейчас скажу. Ничего не говорят. Не кормят, не поят. Стоит на улице. День, два, три. Говорит, хороший монах будет. Так, запускай. Так, к сыну больше не прикасайся. Он тебе не принадлежит. Ты согласен с этим? Конечно. А что умеешь делать? Ну, я обувь шью. Ну, шесть сапоги. Вот он шьет. А они, монахи, смотрят. Монастырь-то большой. Настоятель говорит, ребенку есть не давайте. Чуть-чуть маленько дайте, и все. Одежду на нем не меняйте. Дайте самую завшивленную. И вот в ши заедают. Он ревет, он не поймет. Папа вчера его любил. Тятя хороший. И вдруг он не знает. Он сидит, а его обувь шит на улице, чтобы его в окно было видно. Он подходит. Тятя, папа, есть хочу. Он даже не глядит на него. А они в окна наблюдают. Это монастыри православные. Вы почитайте, что там делалось. Ребенок ничего не поймет. Он подходит вокруг отца, со всех сторон дергает. Он никаких, отойди. Его сделал кто-таки? Монастыри. Это в Освенциме нельзя было сделать. Но это еще не все. Подходит. Знаете, он орет, тут мешает нам молиться. Ты знаешь, что? Тут у нас река рядом течет. Нет, течет. Брось его в реку туда. Река бурная. Он хватает ребенка, дверь, насчешь монастырь. Бежит и в охапку, и бросает его в реку. Это как? Ну ладно, проверка может быть, но где-то предел должен быть. Но они там сделали за пруду, сеть, поймали ребенка, откачали. Живой остался. Это все пишут живой. Как там в реке живой, там камни и прочее. Это фальшь. Он умер. В это не верю, что он живой-то. Настоятель говорит, вот этот может настоятелем быть. То есть чем изуверней, чем больше садизма в нем, это самое то, что есть. К другому говорят, точно такая же история, но только тот в печи топит хлеб. Возьми ребенка в печь, брось. Он ребенка берет в печь, заталкивает его. Там любой поросенок лопнет. И угли погасли. Дальше уже фантазия Дмитрия Ростовского. Мюнхгаузен и в рясах. Да у Дмитрия Ростовского в житиях может 10% только историческое. Остальное богатое, благочестивые, говорится, благочестивые выдумки. Воображение. Работал, писатель хороший. Вот что такое монастыри. Дальше. Вы, Юрий, читали правила монашеской жизни святителя Василия Великого? Читали. Вот ему можно ответить, читали. Василий Великий говорит, мы хлеб готовили такой, что его и есть нельзя было. Специально. Подорвал здоровье и вернулся. Где Бог велел это делать? Разве он хлебы такие делал, что есть нельзя? За ним же на другой... На берег море решили, что говорится, поесть этого хлеба, который он давал. Ваша проповедническая и учительская деятельность, Юрий, изначально выстроена на гнило-сектантской основе. Нет, он его не видит, не знает, кто за сектант. А сектант-то как раз он, отсеклись от Евангелия. На гнилой, сектантской. А где он семинарию кончал? Вот этой мерзостью ему ста священникам наполнили. Все для них сектанты. А самая большая секта это московская патриархия, как в интернете пишут. Они вообще ничего не знают. Я в тюрьме занимался 17 лет. 3700 человек-то. Ну, 90% это православные. Крестики там, покупать иконки. Все преступники, многократные, убийцы, педофилы, гомосексуалисты. Все православные. Добавляю слово, гомосексуалист православный. Убийца православный. Они ничего не видят, не знают. Это помрачение. Они погубили Россию. Вот эти вот дудины. Они должны сидеть на скамье подсудимых. За развал, за разврат, который сеется. Все ваши потуги, преподавание в воскресных школах, это его есть всего лишь скрытое распространение лапкинщины. Его жуткие хуления на самую суть. Фундамент правильной духовной жизни. Аскетическое монашеское делание. Проповедуемые вселенскими учителями церкви. Понимаете, что апостол Павел говорит, я положил основание, 15 глава, 1 послания корейственного. И никто другого не положит. Кроме Христос умер за нас, третий день воскрес, и перечисляет в основании. Они ничего не знают. Это не вебрище, безбожники. Хулители истины. И когда показываешь им на Евангелие, он лопается от злости буквально. Он не спит. Он тяжко больной человек. Жаловался воспаление мозга. Вообще Бог снес, говорится, тебе крышу-то. Или дьявол. Ложь, клевета, самовосхваление и жуткая гордыня. Вот суть лапкинщины. Вот суть этой дудинщины. Он, главное, как говорит Достоевский, хочешь сильнее укорить, укоряй собственными недостатками. У меня ничего нет. Если сказал, я обратился в какое время, меня Бог избрал, это самовосхваление. То есть говорить ни о чем нельзя. Потому что на фоне того, что делается человеком, он никто, он ничтожество. Правильно сказал у них там Степаненко Максим, что лапкин-то сделал, вы все вместе 5% не сделали того. Почему вы не распространяли златоуста о монашести, а я распространял, единственный человек в Советском Союзе. Насчитал на пленке 12 книг Дмитра Ростовской и заполнил всю страну. А потом пошел по лагерям, по тюрьмам. Где ты в это время был-то? Он ребенок. Простите Христа ради, не хотел вас обидеть. Вот, он не хотел обидеть. Понимаете? Ушатый блевотины с мощой своей вылил, он не хотел обидеть. В общем, это норма. Это не обида никакая, ничего. А если бы верил, что за все перед Богом отвечать, за каждую погубленную душу, он бы рта не раскрыл, он бы рыдал и рыдал. Юрий Соболев. Господь обещает нам, кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Матфея 10.41. Все эти поношения и есть моя награда. Вот так. Радуйся и благодарю Христа. Милости в Господь, что призрел на меня грешного. Я отвечаю теперь ему. Может быть, это они тоталитарные придурки? Кому и с кем общаться, разве они решают? То есть, они, главное, говорит, нападение за то, что он общается с Лапкиным. Отлучают. Из церкви гоняют. На другом конце России и даже за рубежом, кто со мной переписывается, общается, значит, действительно что-то есть. Почему? Потому что тот, кто в нас, сильнее того, кто в них. Если я с дьяволом и с Богом, да вы бы больше внимания не обратили-то, выходит наоборот. Дьяволя, да, это чертовщина, как пишет Огонек журнал-то, трепещет. Кому и с кем общаться, разве они решают? Бог дал свободу. О том же и конституция и совесть. Только выморочные клоуны сожженной совести могут претендовать на монополию выбор, кому и с кем общаться на свободе. И куда же они приведут народ? Это я Юрию пишу. Алексей Сергеевич. Кто он такой Алексей Сергеевич? Я пока не знаю. Уважаемый отец Игнатий, очень полезны ваши труды во свете Библии. Почему вы не хотите войти в лон РПЦ Московского Патриархата? На мой взгляд, ваш удивительный дар познания Библии наверняка был полезен всей нашей церкви и ее прихожанам. Я тружусь для этого. 53 года миссионер и направляю людей только в храмы Московской Патриархии. Куда мне еще заходить-то? Отдать, чтобы он имел возможность меня убить? Зачем это мне нужно? Я и тружусь для Московской Патриархии. Вот все выставляю, как они относятся. Но они могут ничего сделать, я им не подчиняюсь. На меня власть не имеет ни Папа Римский, ни Старообрядческий, ни Зарубежный, никто. Бог дал мне эту удивительную свободу совести. Отвечаю. Уважаемый отец Игнатий, мне, да и многим другим православным, хочется узнать ваше мнение о встрече... Почему? Мы им не знаем, я не понял. ...Кирилла, Патриарха Кирилла и Папы Римского. И где можно вас прочитать? Да. Об этом я уже говорил не один раз. А ну дальше, Алексей, мы отлично что пишем. Отец Игнатий, ваше мнение о необходимости и результате встречи в Гаване Кирилла и Папы. То есть одно и то же пишут. Отвечаю. Они за дверями скрытыми, что говорили, делали, они не публиковали, и отвечать ничего нельзя. Только молиться можно. А они скрыли. Я знаю только одно, что кто что сеет, то и пожнет. Вот они втянули в себя, благодаря Путину, зарубежную церковь, разложили ее на 13 юрисдикций. Что? Да она поможет, здоровая там церковь была, она не подчиненная КГБ, она тут поможет. Ничего она не поможет. Она по поведению, по всему такая же самая. Я так говорил в Синоде, в Нью-Йорке. Вы ничем не отличаетесь от московской патриархии. Также не учите Евангелию, только в полное погружение крестите. И вот здесь ответ, какой можно дать ответ? Втянули они зарубежную церковь, разложили, а теперь их всасывает в католичество. Вот оно уже рядом. А католичество? А католичество, оно промасонено, его масонство полностью разложило, втянуло. А масонство, ну масонство в прямую уже идет оттуда, где три с колена левеено. То есть все антихристу предано. Вот за что боролись, на то и напоролись. Теперь, если только откроют они там, о чем договаривались, а встречались не просто так, конечно, мы не знаем, поэтому только предполагать можем. Но речь идет о том, чтобы быть вместе. Это гонят к этому масоны. И будет ли это? Вот тут будет в России тогда ковардак, тогда Дудину не до нас будет. От него вот потроха полетят только где-то, когда католики придут. Он-то никакой. А там иезуитизм, там все так поставлено. Ты хочешь узнать, что это такое? Зайдите на наш сайт. Вот я даже могу показать его, где наш сайт. Вот. Вот это наш сайт, вот сети Библии. И вот здесь есть к истинному православию моя книга. Я материал собирал 40 лет. Материал. И вот когда откроешь этот материал, вот посмотри, где здесь написано. Вот. Вот. Гордость папства. Человекоубийство и ложь Ватикана. Фатимская весть. Трагедия или надежда. Этого нигде больше нет в мировой сети. Это я много работал над этим. Тут исторические данные. Что такое католицизм? Какое стремление? Как это будет дальше? Какие цели? Какое отношение к православию? Здесь все сказано. Вот. Зайдите на наш сайт. А тут все наши вопросы. Вот они где рядом. Ну, все здесь. Все книги. Седьмой, восьмой том про монашество. Восемнадцатый том. Полностью том. Это Коран разбираю во свете Библии. Ну, и дальше. Игла. Об этом уже говорил не раз. Теперь ответы переместились на YouTube, на наш видеоканал. Завтра утром будет озвучен ваш вопрос. И во вторник утром рано он уже будет на нашем видеоканале. Вот это я сейчас говорю. Судить ничего не надо. Мы не знаем пока. Надо молиться только, чтобы Бог как-то управил. Ну, вот есть такой иеросхимонах Берестов, Рафаил. Там маленький такой, прям смотреть не на что. А говорит слова, которые ни один поп не скажет. Что архиереи продались многие Масаду, ЦРУ, масонам. И они видят прямо в этом, что это полное уже разложение. На экуменизм, экуменизм. Он говорит это, мне добавлять к этому нечего. Я полностью с ним согласен. Говорить можем только о том, что он был. Чтобы горнулся. И, ну, Господь управил как-то. Ответа полного никакого. Никакого не может быть. Райхан Джейнакова пишет. То есть она из сектантов, кажется, у яговистов была. Студитель Яговы. Пришла в православие. Мы переписываемся. Казахстан. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Нужно ли мне сейчас в церкви подходить с людьми по очереди и к иконе, целовать ее, а потом поворачиваться к батюшке? Он может на лбу крест и целовать ему руку. Потом дают пары, три кусочки хлеба. На хлеб не похоже, однако. Это просто. Как этот обряд называется? И можно ли мне его совершать? Я его прошла несколько раз. При крещении... Она ничего не знает. И никому она не нужна там. При крещении мне дадут другое имя. А можно ли оставить свое? Дальше. Езекиелис 41.17. Говорится об иконах в церкви. А что за изображения там были? Когда начали изображать святых на иконах? Видите, сколько вопросов. А об иконах вы зайдете в наш форум, зарядите иконы полностью. Как это было идолопоклоу, сколько шло, какой идол там. Там подробно все говорится. Я и отвечаю. Ответы полные даю в ежедневных отчетах. Вопросы, замечания. Там найдете. Мне неудобно отвечать здесь. То есть писать мне очень неудобно. Потому что я много лет печатал на Украине два. И там пюпитер этот шире. И тут я схватываю прям две буквы. За палец цепляется. Клавиатура там другая. Отвечаю. Приходить ли это решит священник там. Имя Райхан заменить на Раису можно. А с вашим именем крестить не будут. Крестят по этим. Даже вот у нас Генрих был ему. Геннадий Далифаст имя. Вот у нас один был его Эдуард. Он избрал имя Севастьян. А в документах так все. Райхан так и будешь. Ну я гляжу. Более-молее похоже. Вот крестил. Как он был этот у нас? Его звать Рамзес. Его звали как-то по-своему. А крестил или крестился или нет он Роман. Ну буква Р там есть и все. Сергей Попков скидывает. Александр Домуха пишет Сергею Попкову. Пишет. Сергей, я предлагаю тебе беседу по Библии о Десятине. Ты человек ревностный, изучаешь Писание. Поэтому тебе, я думаю, будет интересно выслушать иную, аргументированную точку зрения по этой теме. Да, то есть аргументирует. То есть у нас о Десятине все выбрано. Нет, он более аргументированную даст. А то Сергей мне сбросил сегодня, чтобы знать. А с пожилыми бабушками тягаться тебе, зрелому мужу, не есть гуд. Вы варитесь в собственном соку понимания Писания. Собственном соку мы не понимаем. А он, он знает. Но еще никто не знает, кто он такой. Образованные, православные всегда шли на разговор диспу с такими, как я. С такими, как я, понимаете. Ой-ой-ой. Дальше. Надеюсь на разговор во свете Библии. Я ему отвечаю, Сергей. Сергей меня спрашивает. Что я отвечаю? Не вздумай разговаривать с этим мертвецом. Это совратители злодеи. Сразу же занеси его в черный список. Раз и навсегда. Страшный и пакостный, совершенно бессовестный и неверующий циник и хулитель истины. Разрушитель браков и еретик, живший некогда в потеряевке. Рыскает, как Дудин в поисках очередной жертвы на алтарь дьявола. Лжецы достойной смерти под законом иудеев-мусульман. То есть нельзя высказать большую глубину падения. Они сразу с Дудином, Сашей тоже Д, С. Я считаю, дьявол, сатана. И Д, ну все, Дмуха, Саша. Понимаете, как вот. Почему это какой-то знак для меня. И вот он пытается что-то учить. Он вышел из потеряевки, когда крестный ход сделали. Тогда вымело его. Господь его вымел. Вокруг его усадьбы сделали. Невозможно было. К чужим женам развратить. Все сознались, что он делает. Пошел здесь к Архимандриту. Феодорит был. Знаменский монастырь. А Феодорит мне все рассказал, как он пришел. Вот и что-то ой-ой-ой какой. А потом он кинулся к Баптистам. И там тоже самое к чужим женам, говорит, стал. И вот оттуда отделилась группа. Он с ними. А из этой группы его выбросили. Сейчас спрашиваю, где он. А теща его. Ну, она у нас прихожанка. Я говорю, а где он? Да нигде дома сидит. Вот тут иногда 40 лет знакомы с Баптистом. Это его тесть. И он говорит, я его был, я ему сказал то другое. То есть мерзавец. И вот он рыскает везде. И мгновенно с Дудином соединился. ДС. ДС находят в себя друг друга. Дудин, Сергей, Дмуха, Саша. Дальше. Сергей Акафонов. Вы говорили, что с иеговистами будете беседовать. Беседовали? Интересно посмотреть было бы. Сегодня я выставил этот. А они согласились. Сергей Козлов устраивал встречу. Они не явились. Я говорю, они не будут беседовать. Так все и было. Юлия Долбнева. А я вообще не увидел у Игната Тихоновича воршливости, раздражительности. А вижу ту самую любовь, которая и движет, чтобы мы исправлялись. В том числе и Никита. Ну ты как? Ты увидел, что любовь к тебе или я раздражен, и прикапываюсь к тебе. Что ты увидел? Любовь. Сколько ты уже здесь пробыл? Скоро год будет? В апреле будет уже. Ну, всякое было. Всякое было. Сейчас легче? Легче. И ты нужен оказался. Разбираешься в интернетном деле. И как, что я Никита, Никита рядом, бац. Он подходит, у меня заработал. Я его боится, ему интернет. И хорошо знает дальше. Нам, баранам, лучше страхом спасаться, чем обаюкиванием. На меня лучше бы подействовал пинок, чем необоснованная для временной земной жизни любвеобильность всепозволяющая. Да. Настоящую любовь или ложная, вот в чем разница. Смотрите глубже, а не на ласковые слова. Абсолютно правильно. Слова, говорится, какие. Дальше. Рустам Гусейнов. Вот говорит, я беру только то, что хорошее. Что на мне хороший Дудин говорит? Я все помещаю здесь. Ну, которые большие, это я просто показываю. Считайте сами, мне некогда. И вот он пишет. Я вот смотрю ваши проповеди, прислушиваюсь к ним. Но с некоторыми вещами я не согласен. Вот пришел первый раз, я его не знаю. Ну, не согласен, не согласен. Например, такие, как иконы. Собождите, все. Не согласен с иконами, что у меня. Ну, что я теперь должен с ним соглашаться? Я же тебе не заставляю иконы целовать или жевать. Но есть они иконы, есть. Но они идолы, я доказываю это дело. Даже Дудин тут с тобой не согласен. Даша, и каноны. Он не согласен, что каноны у нас есть. Не надо канона. А канонов не надо. И православия никакого нет. Это тогда все можно делать. Еще не надо. Уставы. Уставы не нравятся. Свечки. Свечки не нравятся. Молебны. Молебны не нравятся. Ну, что, бороды. Пояса. Пояса. То есть ничего нет. Это явно видно, что не православный человек. То есть ему ничего это не надо. А почему? А я никакой конфессии не принадлежу. Я сам по себе. Многие сейчас так. Слово конфессия, деноминация, это выдумки. Вместо них должно стоять слово только одно. Ересь. Ересь. Какой бы ереси не принадлежал, я спасаюсь. Ну, надо научиться просто говорить правильно-то. И так далее, и тому подобное. Вы мне скажите, разве вот эти все вещи поменяют душу человека? Не думаю. Я даже скажу вам больше. Я уверен, что нет. То есть он спрашивает, скажите, а что говорить, когда уже уверен, что нет? Не поминай. То есть он без бороды, он без пояса, расхристанный, распоясавшийся. Зачем бы об этом Библия говорила? 109 раз о поясе говорит. Приговоренный к смертной казни апостол Петр сидит в тюрьме. И ангел, придя к нему, говорит, подпояшься. Да ведите скорее до пояса ли? Подпояшься. Распоясся, но я его не буду выводить на свободу. Христос с поясом. Откровение написано, первая глава. Ангелы все с поясами, апостолы с поясами, Давид с поясом, пророки все с поясами. Откуда вы взяли, что без пояса? Смотрите, в милиции, в армии, везде с поясом. Везде. Пояс не нужен, а пояс обозначает истину. В христианстве самое главное, это вера в единого Бога Саваофа, через Сына Его Спасителя нашего Иисуса Христа. И систематическое освящение себя, своей души через молитву к Богу. Покаяние и изучение Слова Живого в Библии. А как изучать? Без толкования святых отцов ты его не изучишь. Если ты изучаешь правильно, 20 тысяч разных стек, 21 тысяча, и все Библию в руках держат. И каждый по-своему. Ты, Ваня, ты, Ваня, как понимаешь, сколько голов, столько умов. Нет. И уверенность ваша построена ни на чем. Дальше. Вот мы посмотрели, где что нужно брать. Если ткнешь православный форум, видеоканал, заходите на форум. Вот у нас есть лист. Это у меня листик в моем мире. Вот он где. Сколько видео здесь? Это 2522. Ну, только это наше видео, не чужие. А вот если здесь вот посмотрите фотографии маленько, и там найдете, у ручья сидят мусульманки. Увеличьте, посмотрите. Неужели вам непонятно? На всю Россию, даже среди христиан вы не найдете вот такого одеяния, как они. А хиджаб, который у них, одеяние-то, оно было у христиан первых. Считайте, Анисия. Она закрыта, лицо было. Воин поднял и посмотрел на нее. Она плюнула ему. Мое лицо солнца не видел. Он схватил кинжал и сразу зарезал. Она святая. Вы не знаете ни жития, ни чего, которое это говорит. Ничего не знаете. Дальше. Сегодня вот показать православный форум. Вот он как выглядит у нас. 1880 разных тем. Вот я немножко покажу внизу. Посещаемость какая. Вчера сколько у нас посетило? Вот вчера вот сколько? 5924 человек. Сегодня в это же время уже 715 суток разошло. Плюс 19 разошло. Плюс 1900 посетителей для частного какого-то форума. Я считаю, это непонятная единица. 17 раз увеличилось. Благодаря Дудину. Я благодарен ему. То есть любая антиреклама, это есть реклама, как проректор мне говорил, Семкин, Борис Васильевич. Вот. Дальше. Какие вопросы? Андрей Михайлов. Игнатий Тихонович, а зачем молиться за умерших, если они уже на небе? Да, дальше отвечаю. Мы молимся за всех живых и за умерших в вере и надежде на Христа. А где они пока трудно сказать. Дальше. Что думает об этом Осипов? Ответ. Осипов не мой учитель и многое не договаривает. Его галстуки и бритья мне не в помеху. Но этого бы ему делать не нужно. Пакость масонская и безбожная. В 60 лет папа, в 80 лет я представляю, как его бреет, как он сидит, все сморченное. Где он видит? Вот она у нас показана. Ну, это не очень. Сексинская Мадонна. Вот он стоит папа. Папа Сиг с бородой. Так это не у нас же. Где это? В капелле? В какой? Кто Арафаэль? С кого рисовал? Ну, что там говорить-то? На папу смотришь, никакой по виду. Посмотрите, наш патриарх, как выглядит презентабельно. Даже сравнивать не надо. Сейчас выставили ролик, где папа говорит о мире, где патриарх. Где гомосексуалисты говорят папа, патриарх. Но в сравнении с папой-то патриарх Кирилл-то это вообще... Вон какой. Везде говорит правильно. Там может быть только о войне что-то там не так. А папа все и безбожники там все спасутся. А Кирилл этого не говорит. Руслан Куценко. Здравствуйте, Игнатий Тихонич. У меня к вам просьба. Могли бы вы перечислить хотя бы два или три правила только из селенских соборов касательно недопустимости раблевательного крещения? Большое спасибо. Просчитайте здесь. Вот я выставляю. Затормозите и просчитайте. Вот здесь. Филипп зашел в воду вместе с этим. Дальше. Наталья Присажнюк. Здравствуйте. А как можно купить Евангелие с толкованиями? Украина? Я просчитал. То есть все понятно. Пишите. Вот сегодня только придется опять отсылать. Мы отсылаем. Покажи Новый Завет тут. Покажи. А я сейчас не садись. Я убрал стул. Сейчас я залезу и покажу книгу еще одну. Вот так. Давай садись. Вот смотрите. Вот Новый Завет. Повторяю. Новый Завет с полным толкованием. Вот в полном комплекте. С откровением. Впервые за 2000 лет вышел. Вот он с закладками. Вот он как выглядит. Полное толкование. Здесь 297 комментариев даю. Комментарии относительно необходимости изучения Слова Божия. Здесь же 240 иллюстраций в полный лист. Гестава Доре. Видите как? Пожалуйста. Это наш труд. Второе издание. Все быстро кончается. Издать больше невозможно. У меня 4 книги. Стихов по 800 страниц. Я сунулся в типографию. Сейчас пошел. Около 2,5 миллионов видимо. Так отступился и все. Невозможно издать. Какие цены. А почему? Эти бумажные комбинаты уничтожили. А теперь составами лес идет в Китай. И оттуда привозят бумагу. А у нас книги все сшитые. И вот книга, которую я показываю. Кристину Православию. 40 лет потратилось на это. Это тоже второе или третье издание. Какие фотографии. Книги все сшитые. Какие фотографии здесь. И какие темы. Коротко даже показать. Только немножко хотя бы. Посмотри. Да, все здесь. Вот оно. Это можно написать. Договориться. Вот оно как выглядит. В этой книге идет Новый Завет. Видели библиотеки у Путина. 90% изданных многих книг были урозаны бесплатно в библиотеке. Мы проехали по всей Европе. До Лиссабона. От Владивостока. Порт находкой. Скандинавия, Прибалтика. Дальше. Галинка 76. Из Библии. Егельзиаст. 9, 5, 10 стихи. Живые знают, что они умрут. А мертвые ничего не знают. И нет им больше вознаграждения. Потому что память о них предана забвению. Все, что может сделать твоя рука, делай. Прилагай все силы, потому что в могиле, в месте, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни замыслов, ни знания, ни мудрости. В Библии не говорится о загробной жизни. Душа – это сам живой человек. Я понимаю, кто-то свидетели Иеговы пишет. Или адвентисты седьмого дня. Ну и что? Как вы узнали, что нету жизни? А вы 14 главу читали Исайя? То есть это рассчитано на людей, которые не знают. Так вы не забывайте, это в Ветхом Завете, когда не знали. Но знали уже ангельскую жизнь. Господь дальше говорит притча. Где богач, где лазарь. А теперь 6 глава 9 стих откровения. Под жертвником видел души убиенных. Не самих убиенных, а души, принадлежавшие им. Которые знают, что они неотомщенные. Им давно были белые одежды. То есть совершенно не знают, что души нет. Вот я поясняю, вот я ответ. Смотрите, какой ответ. Ну что ответит кто-то? Будет тебя отвечать, как говорит, Ткачева подсовывает. Ну что он будет ткать? Какую паутину? И вот дальше. Я за Андрея молюсь. Ну, вчера я едва слушал, разрыдаться просто хотелось. Я не мог удержать слез о нем. Когда он говорит, столько людей он запутывает. И он не знает этого. И убедить его в этом невозможно. Алексей Тысячный. С постом приятным. Прошу молитвы. Я сейчас на работе на сутках. Как буду готов дать знать, дам знать. Спасибо, Господи. Мне это очень нужно. Хотя несколько минут у меня и сейчас есть. Я готов. Ох как, пожалуйста. Не знаю, Дудин тебя. Может я развернул к нему туда. Иван Зуев. Здравствуйте, Игнатий. Как вам такая мысль? А именно о введении закона, который будет разрешать покупку алкоголя, содержащих напитков по лицензии. Как продают оружие, а именно по лицензии. Если мысль показалась вам интересной, поспособствуйте ее распространению. Не надо. Мусульмане придут сюда, а не без ваших законов. Шайтане кровь, башка долой. Все кончилось, ничего нет. Или уверовал во Христа. Ермонах Никандр. Настоятель прихода в честь святых праведностей Меона Верхотурского. Ишимско-Сибирской епархии РПЦЗ. Вот так. Дальше. Ну, все-таки, картинка моя тут. Так это ваше толкование или блаженно феофилакта? Ваше, для меня это значит, что протестантское. Вот это ж как. Не мое. Блаженно феофилакта. И другим шрифтом я даю только комментарии, расширяю то, где говорит о необходимости всеобщей проповеди и любви к Слову Божию. Вот о чем я говорю. Из других святых отцов, современной жизни как. Вот так. Дальше. Еще тут такое. Моего толкования нет. Это блаженно феофилакта и других святых отцов Вселенской Церкви. Толкование апокалипсиса по всем святым отцам. Книги есть на нашем сайте. Можете скачать. Дальше. Алексей Беляков. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как же быть простым православным людям, которые прочитав и просмотрев ролики в интернете, как им ходить в церковь, костям и недостойным священникам? Для меня это очень важно. По болезни не могу ходить. Священник приходит домой. Как же быть? Ну вот так. Ну что сказать. Все это уже отвечено многократно. Меня упрекают в одно и то же. Ну да, мы включаем, посмотрите. И вы приходите к Богу. Смотрите. Андрей Гришин. Дорогой Игнатий Тихонович, расскажите, для чего квартиры машины освещают? Надо отвечать. Дальше. Наталья. Качественному видео Игнатия не хватает три ноги хотя бы, чтобы видео не дрыгалось в руках. Ну дальше прочитайте, что правильно принимаем это. В конце пишет, что оно тут я... Я Игнатию люблю читать. Хорошо и правильно пишет. Лишь толстовщина меня смущает. Хотя, может, он и в этом вопросе прав. Ну вот так. Алексей Беляков. Здравствуйте. Игнатий Тихонович. Как же быть простым православным? Ну вот я да, ответ какой. Не живите во тьме. Вы узнали о недостатках. Вот о том и молитесь. И верьте. Священника цените и исповедуйтесь. И причащайтесь, как и раньше. Вот и все, ответ мой. Я вижу недостатки. Говорю, с этим надо бороться. А не просто так. А вы сказали, там кто-то не ходит в церковь. Чего вы взяли-то? Я хожу в церковь. Для чего квартиры машины освящают? Да. Ответ для безопасности и благословения. Второй параллель помену 29.5. И сказал вы, послушайте меня, левиты. Ныне освятитесь сами. Святите дом Господа Бога и отцов ваших. И выбросьте нечистоту из святилища. Видите, я даю ответ какой. Слово Божие. Сергей Тайпан. Спаси Господи, Игнатий. Я крестился в монастыре, будучи послушником. Не сложилось стать монахом пока. Я вечный, но детей нету. И мне очень повезло с отцами и братьями. Это я к тому, что фундамент был заложен правильно. Дальше прочитайте. По греченину до сих пор где. Это же у меня много очень пришло. Дальше. Меня смущают женщины. Должны стоять слева, мужчины справа. Так как же на все таинства мужчины должны идти впереди? Торговля, цирки, платные таинства. И если не заплатишь, то не покрестят или не повенчают. И так далее. Одета в брюки или неподобающим образом просто не пускать в храм. Вы же простите, что в пост такие вещи вам пишу. Меня интересует ваше мнение. Можете заблуждаясь? Много требую после себя 10 лет гонений. Но фундамент должен был быть заложен на скале, а не на песке. А иначе каждый начнет рактовать все по-своему. Оправдывая возрождение в церкви Христовой. Храни вас Бог. Вот я отвечаю ему. Так и нужно. Но сделать это кто сможет? У нас как раз это все исполняется. Но это такой труд, что дело не одного человека и не одного дня. Помоги вам Господь. Заходите в наш сайт. Вот оно все я показываю. Иван Бобик. Игнатий, вы говорите на языках. Как они говорите? На языках. Не говорю никогда. И считаю, они не от Бога. Я считаю это объяснованием. Тот сегодня, которое и есть. Но я Библию получил именно от 50-ников тогда. Алексей Фомичев. Игнатий Тихонович, как вы прокомментируете 64 правила 5-6 Вселенских Соборов? Не подобает мирянину преднародно произносить слово или учить. И только брать на себя учительское достоинство. Ну да, все понятно, о чем. Чтобы не проповедовали. Речь идет о мирянах внутри церкви. Все, больше ничего здесь не сказано. Я рукоположен чтецом, епископом специально, чтобы при епископах мог проповедовать в храме, что и было. Ирина Заяц. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли мой муж идти в церковь с нашим совместным ребенком, если он не развенчит с предыдущей женой и не собирается развенчиваться? Это грех. Это развенчивость. Это какое-то таинство наше развенчивается. Вот еще отвечать-то. Дальше может будет ответ. Артем Илин Тюмень. Добрый день. С праздником вас. Подскажите, кроме пяти «не», есть ли другие трудности для людей при приезде к вам? Мы православные, но, как сказать, городские. Лично я не пью. Дал обед трезвости до гроба. Супруга, соответственно, тоже нет. Не курим, конечно. По профессии я обувщик. Работаю на ремонте обуви. Могу и шить ее. Дружу, как говорится, со швейными машинами. Работал в строительстве. Фотографией занимаюсь. То, конечно, малоприменимо. Скажите, какие цены на имеющиеся здания и, если нет средств, купить? То есть другие варианты. Храни вас дом. Никаких вариантов нет. Сам строится. Домов на продажу нет. Каждый приезжает, инструмент приобретает и начинает копать себе фундамент. Огород. Как первое, как мы приехали-то? Крапива, лопата, как батюшка курочек привез с собой. Пошел на следующий день корову купил в соседней деревне. Привязал ее малину. Ну и дальше работа, друзья приезжают. Одному не построится. Должны бы средства. И вот это все, что требуется. Алексей Фомичев. 64-е правило. А мирянину нельзя проповедовать в церкви. Ответ. Это правило не нужно комментировать, а нужно исполнять. Зачем тебе в храме говорить? Иди в мир, там вам проповедуй истину. Там никому не возбраняется. Вы ведь, вы его просто задали так. Под меня вода течет с чужого отрожка. Да. Я не брал на себя такого. У меня есть грамота от митрополита. Я рукоположенный чтец. И рукоположен епископом для того, чтобы в храме говорить проповеди. И при епископах, и при патриархе. Тысячи проповедей были мною сказаны в разных городах, в разных странах. И по радио, и в храмах. Деяние 8-4. Между тем рассеившиеся ходили и благовествовали слово. Это определенный вопрос. А что он ответит, которого впереди меня дудит? Не писал, не ничего не знает. Каноны, монахи, а сам не монах. А раньше он за мощи хватался. Мощи, мощи. Вот это... Да, Тихонович, телефон звонит. Слава Иисусу Христу. Повторяю, что вот этот телефон стационарный. У него, кажется, 5 секунд не включается. И успевает ко мне позвонить старшая сестра. То она звонит. Слава Иисусу Христу. Во веки слава она отвечает. Все. Она узнала, что у нас все в порядке. Что тут дальше? Так. Ирина, здравствуйте. Может ли мой муж идти в церковь с нашим совместным ребенком? Ответ. Ответ. Можете ходить и делать, что хотите. Закон дан для верующих, а не для неверующих. Поэтому зачем спрашивать, когда вы в неверие живете? Для вас закона никакого нет. А поп смотрит за этим. Да. Ильин. Отвечаю про дом. Если денег нет, купить дом, значит нет. На то, чтобы построиться. Значит, выход ясный. Сидеть на месте. У нас все с бородами. Не портить края бороды и в поясе. А женщины и девочки должны быть в платочках. Показываю. Алексей Иванченко. Здравствуйте. Я Метис. И у меня есть пара вопросов по теме Библии. Левитов 19.19. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего и не своди с иной породой. Запрещают межрасовые браки. Поля твоего не застевает двумя родами семян. Запрещает межрасовые сексуальные отношения. В одежду и смешанной шерсти и льна не одевайся. Запрещает рождение межрасовых детей. Как объясняет. Получается, что я проклят, что ли? Есть еще один вопрос. Монголоиды потомки Сима или Хама? Совершенно к спасению не относятся. Вот это праздные вопросы. Дальше. Алексей Фомичев. Для миссии, то есть, нужно рукоположение в штеца и письменное благословение владыки? Не для миссии. Или что-то необязательно? Отвечаю первому. Все, что берете в скобки, это добавки к Святой Библии мерзопакостных злодеев. А раз ничего такого нет во Святой Библии, то объяснять и нечего. Родословные Христа не вмешано немало инородного. Русская бабка Давида была моавитянка и у иных царей. Так у русских царей было столько в крови, что у Алешки уже насчитывается всего-то 1,56% русской крови. Вот так. Ну а дальше местописание. Нет различия в Новом Завете. А вот законное лесожительство или беззаконное, тут уже иная шкала. Дальше примут из Соломона. Жены их несмысленные, дети их злые. Проклят род их. Ирина Гуреева пишет. Игнатий, с великим праздником. Помолитесь за Екатерину Христа ради. С малого детства с Господом. А сейчас ушла из дома. Не знаем, что с ней творится. Ей 19 год. Одно время на Псалтире молилась за всех и неверующих собрала. А теперь на саму напал вражина. Сядьте мне молиться. Не знаем, что делать. Видите, как просто. Ну вот скажите, у мусульман такое в интернете будет, что дочь ушла из дома, неизвестно где шляется. Найдите, покажите мне этот мой. А у православных это сплошь потоком идет. Анахова священника, все. А жизни-то никакой нету. Роман Фроликов. Игнатий Тихорыч, здравствуйте. Рад с вами поздороваться. Читал многие толкования на слова Христа, обращенные к Петру в то время, когда он ударил мечом воина, пришедшего брать под стражу Христа. Ни намекан нет на то, что нельзя убивать ради православной веры своих ближних. Ну дальше прочитайте. То есть надо убивать? Ну убивай, ходи. Все. Я говорю по слову Божию. Убивать нельзя. И у нас к истинному православию вас здесь. А я говорю вам, любите друг друга. Любите врагов ваших. Здесь все. Все. Из житий святых все выбрано абсолютно. Что только существует. Библия, каноны. Дальше. Симон и Вальсишин. Не пью, не курю, не матерюсь. Доказывать не знаю как. Вас знаю давно. Размещал ваш труд материал везде, где мог. Давно. Недавно на своем сайте разместил статью о вас. Сам я подвижник в миру. Дико растущий. Так как искажения официальной Библии не приемлю. Нашел отклик в ваших исследованиях и писаниях. Был в монастыре. Жил две недели. Усильно познавал устой монастырские. Давно думал так. А вот думал, может положить у вас где-нибудь с краешку. Мешать не буду я отшельник. Отшельник. Ну, это хорошо, что написал-то. А вот первый, я скажу, всегда будет застегнутый. Получится? Нет. Самое маленькое. Маленькое испытание. Что из этого получится? Никогда не расстегивайся. Никогда не расстегивайся. Потому что я увидел теперь галстук. Если галстук снял, обязательно расстегнут. Обязательно. Это басонский нижний этаж. Даша. Устав для одиноких невыполним. Принимать столько молодые, семейные, с детьми. Другим просто не выжить. У нас строгая дисциплина. И только православные. Для корастущим это и на день не выдержать. Вот так. Нина Гришина. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. Вот уже много времени провожу, слушая ваши ролики. А сегодня прошла вашу биографию и рыдаю. Бесконечно славлю Иисуса Христа за то, что у вас встретили. И теперь ни одного дня не провожу без вас. Молюсь с вами, слушаю вас все свободное время. Какое счастье, что вы есть. Всем своим знакомым говорю, что не так же с вами. Слава Христу. Молчи, сиди. Вынесла. Теперь Дудин-то узнает. Он сейчас будет рыскать, где можно ее найти. Особенно в моем мире. Он найдет обязательно. И тут тогда еретик, прелесть, Игнатий, и то другое. Интересно. Ему по зубам дают счастье. Он не понимает. Если собаке раза два дашь по зубам, она уже не подходит. Он не понимает, хуже собаки. Совершенно безумный получается. Симон Ивасишный. Я не боюсь дисциплин. Не знаю, о чем вы говорите, но не думаю, что так все страшно. Смысл мне един. Не обмануться и быть в Боге. Обмануться ты тут скажешь. Обманулся, не туда попал. Ануш Анастасия пишет. Здравствуйте, мне нужна помощь. Моя знакомая попала в церковь Исход. Я не знаю, как помочь. Можете мне сказать основные отличия их учения от православного? В интернете ничего нет. Помогите, прошу. Исход. Вот какое. Ну тут о чем? Игла ответ. О чем это? А про Исход. Про Исход. Ну, вы здесь прочитаете. Много я ответил. Мелко. Просто посмотрите. Уверещен там он. Светлана Ткаченко. Уважаемый Игнатий. В настоящее время вы большой оригинал. Ваши высказывания сродни выстраданным монологам известного актера Петра Мамонова. Вы не только вещаете, но и созидаете. Послушала вас и кажется земля загудела под ногами. Вот так. Наши прачеры взывают к здравому смыслу бытия. Для меня знакомство с вами маленькое потрясение. Спасибо, задумаясь. Эх, Светлана, нападет на тебя Дудин со Скоротовским-то. Зальют тебе грязью, чтобы не зналось о с нами. Жалко. Ну, молись. Может быть, пронесет. Саша Кузьменко. Уже около года смотрю ваш канал. Многое успел посмотреть и даже пытался распространить. Ортодоксам это не нравится. Я насмотрел... Как его звать-то? Александр. Александр. Вот вылезь теперь, Дудин на тебя сунется и беда тебе будет от него. Он зальет тебя пакостью. А насмотрелся до того, что Игнатий Тихорич несколько раз снился. Почти совсем согласен. Вот так. Дошло дело-то. Канонизировать будут еще при жизни. Александр Мышкин. Христос Воскресе. Слезно прошу помолиться о здравии Галины и Лидии. Я после пасхальной службы в Троицком храме города Липецка отправил домой с другом Василием нашего регента и ее сестру. Они попали в аварию. Василий умер. Регент и ее сестра находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Я в шоке. У меня нет слов. Только прошу молить за них, люди. Видите как. Помоги, Господи. Саша Кузьменко. Недавно слушал Вашу беседу о крещении и полном погружении. Ну дальше он о себе говорит. О чем? Об Евангелии? Просто просчитайте. Выслите, Володя, покрупнее. Вот он пишет. Как-то слушаем Иисусову молитву. Видел ли Христа, он не улыбнулся. Ну да, ну улыбнулся. Это даже в другой раз. Дальше. Виктория Православная. Вот как. Христос Воскресе. Раб Божий Игнатий. Посмотрела Ваш фильм о потерявке. Не зная как реагировать, попахивает старовером и язычеством. Язычеством, попахивает. То есть она принюхалась, ну там может быть где-то собаки мочились еще. Не обижайтесь. Я не признаю проповедников никаких в любом виде, кроме рукоположенных священства и монашества. Громкий вы какой-то, несмиренный, уважая воспрочтенный возраст, простите грешную и непотребную. Все так. Пожалуйста. Это не ее фотография, наверное. А? Это не ее фотография, наверное. Даже что тут обманывала-то. А еще Виктория, да еще православная. Но если это ее фотография, я бы сказал, на людей-то хотя можно одеться-то, волосы подобрать-то. Ярослав Вишневский. Христос Воскрес, батюшка. Простите, я раньше хотел как-то стать батюшкой. И просил у Господа, чтобы стать. А теперь передумал, сложно это очень. И низкий поклон всем священникам и служителям Матушки Церкви. Не прогневая Бога, я что передумал? Ну, я знаю, что Бог есть и верю. Ну, ущерб небольшой, что ты не будешь смещенникам. Один у меня знакомый пишет. Я семинарию окончил, а сейчас у меня стоит вот такой вопрос. Я не знаю, в академию поступать-то или идти на приход-то? Я говорю, даже не раздумывай, иди в академию. А почему? Ну, на четыре года позже будешь портить бабок-то. Пока учиться-то. Больше никакой причины нету. Ой-ой-ой, как он говорит. А я узнал его биографию. Ходил в ресторан и познакомился с девушкой, милее с батью. Какой-то еще тогда-то. Он стал драться и щелюсть сломал. Неплохо бьет. А тут вызвали милицию. Так он где-то между котлами спрятался там, говорит. А и меня, говорит, не взяли. Самый настоящий батюшка. Вот такой вырастет Ткачев. Будет там ткать паутину свою. Вера Лещинская. Здравствуйте. Хотела бы с вами поговорить. Так как не очень люблю писать. Но у вас и без меня очень много дел. По вашим роликам я очень грешна. Это точно. Не могу даже стоять в церкви. Но мне было очень плохо. Заболела. И я знаю, Бог меня привел в церковь. Дал увидеть свои грехи, которых множество. Дал исповедь и причастие. Я счастье имею от этого. Моя мамуля умерла. Уже полгода мы вместе ходили в церковь. Исповедовали грехи и причащались. Смотрела ролик женщины, которая говорит, мы никому не нужны. Это так. Каждый сам по себе. Ничего не спрашивай. Сам до всего доходя. Пожалуйста, образец. Чем ему надо заниматься? Все сами по себе. Алексей Хохлов. Доброго здоровья, уважаемый Игнатий. Пишу вам в надежде получить ответ на больной для меня вопрос. Я и моя семья, жена и двое детей, были крещены в РПЦ обливанием. Недавно я узнал, что это неправильно. В Старообрядческой церкви мне советуют креститься заново. Скажите, можно ли креститься дважды? Или первое крещение не считается таковым, если проведено не по правилам? Надеюсь на наш ответ. Заранее спасибо. Обманут был. Никакого второго перекрещивания нету. Эти махинаторы в рясах, они вас просто обманули. Обманули. Деньги содрали и все, ничего не сделали. Вячеслав Дронов. Скажите, как быть? Как родиться во Христе? Меня крестили в советские времена родителей. Украдкой, тайно. Без всяких погружений. И что теперь? Верить хочу. А чувство, что что-то не то и не туда. Помогите, простите. Вот чем заниматься надо Дудином-то. Это их паства. Все перепортили. И он теперь над этим раскрылатился, еще где-то рыщет. Полностью лишенные совести, здравого смысла. Ему рта раскрыть не надо, из дома выйти не надо. Только плакать и плакать. Так. Батюшка, я раньше хотел как-то стать батюшкой. Ну вот я отвечаю, что? Правильно вы поступили. Да. Так. Я моя семья, крещено РПЦ, обливание. Ну вот теперь я отвечаю. Крещения не было. Дальше. Вячеслав Дронов. Как родиться во Христе? Меня крестили в советские времена. Вот я отвечаю. Вот ответ. Вот прочитайте здесь вот сейчас. Уменищи где-то. Вот оно ответ какой. Какие большие ответы приходится давать. Это мелкое, неувеличенное. Андрей Михайлов. Мир вам. Хотел спросить, можно ли считать ветхозаветных праведников святых в равной степени сосудами святого духа, как и новозаветних? И если да, то была ли практика тогда еще поклонения их останкам? Не было. Если да, то где-то упоминается в иудейских беданиях. Нигде. Прикосновение к любым мощам, к любому трупу, понимали евреи, это осквернение. Он нечистый делается. И никто это не снимал. В прах ты и в прах возвратишься. Денис Жуков. А где находится ваша деревня? А взрослым там можно находиться? Я хотел бы как-то к вам приехать. Больше ничего себе нет. Это сразу настораживает. Как так? Я абсолютно ничего себе не сказал. Так еще немножко покажу, чтобы сбросить. Ответ. По поводу поклонения мощам. Ведь ветхозаветные праведники, пророки, далеко отстояли в духовном от назаветных праведников. И вот почему. Там была только тень, а тут само тело. Вот ответы. Вот ответы. Почитайте. Дальше. Там поклонялись и в духе, но не в истине. Потому что истина во Христе. Там поклонялись только в образах, в тени. И дальше ответ. Никакой практики поклонения мощам не было ни в Ветхом Завете, ни в Новом Апостольском. Это придет позже, когда будут мощи карамсать, резать, вкладывать в материю, в дерево и прочее. Это искощунство и издевательство над мощами, над трупами умерших. Мощи святых нужно все собрать и счастье великое захоронить навсегда. До суда Божия, до страшного суда. Вот так. Вот. Считай, какие места. Что же произошло? Что Господь сказал? Иеремия 33, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Иеремия 32, 35. Вот ответ им какой. Если даже погребать отца для благовестника не в обязанность, то откапывать уже упаковившегося и резать его, пилить, то разве сия не ниже вышесказанного Иисусом? Вот что говорят нам жития святых об этом деле. Вот смотрите, я буду показывать, а вы это место просто увидите на нашем форуме все. Вернусь еще назад, маленько сейчас. Вот он у меня, прочитай. Это все, только заходи и считай все на форуме у нас. Есть еще. Денис Жуков, а где находится ваша деревня? Ответ. Если вы женаты, православные, если есть дети, и вы не курите, не пьете спиртное, наркотики не употребляйте, не спиртнословите, не воруйте, не лжете, не были судимы, тогда вопрос этот повторите. Все. Ответ. Не женат, православные, детей нет, не курю, не пью спиртного, наркотики не употребляйте, не спиртнословлю, не ворую, не судим. Вот насчет не лгу ли я, непонятно. Ведь бывает, что сегодня одно утверждаешь, а через каждый год другое. Ведь тогда-то что-то я говорил год назад неправда, а если не говорю через год, что пришло на ум, тогда тоже неправда. Так что же такое ложь? И всегда ли она нехороша? А если, к примеру, это гамбит, приведу пример, можно ложь спасти или благодаря ей не совершить более тяжкого греха? Отвечай ему. А ты одиноким невозможно тут жить. Земля. Все своими руками, а про ложь говорить, что она во спасение. Этот гамбит наш, нам враг лютый, храни вас Бог. Вот места, которые показаны. И дальше. Евгений Щетинин. Здравствуйте, Христос воскрес. Буду очень вам признателен, если немного заполните пробел в моих знаниях. Слышал, что на Пасху вину нельзя освящать в церкви, а можно только яйца, куличи. Так ли это? Спасибо. Ох и вопросы. Вячеслав Дронов. Бог есть дух, и у человека есть дух. Я правильно понимаю, что человеческий дух не может соединиться с Божественным по причине греховности? И я вопрос, Михаил. Андрей Михайлов, Евгений 14, 12. Так человек ляжет или станет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. И на это место... А это место применено ко всем? И если да, то как считать с учением о том, что святые уже на небе молятся, ходатайствуют? У нас в храме нет мощей совсем и в антиминсе. А у вас в храме нет мощей совсем и в антиминсе? В антиминсе мощи все как есть. Как есть, так и есть. Интересно, на меня Дудин навалился, а вот написано, храм освящает только на мощах мучеников. И 7-й Вселенский собор показывает правила. Правильно. Я не епископ. Он подкапывался над мощами. Сейчас на монашесу перешел. То есть он, если не получается, он бросает, как будто не было ничего. Так мощи мучеников. А вы кого там толкаете-то? И дальше не счастится мощей, а целиком умер человек, его хоронили. Так было, Лукьяна, считаем других. Он ничего не понимает даже, что считает. Да, в церкви не принято освящать почему-то. А вина почему-то. Я отвечаю. Лучше не есть мясо, а вине почему? Вот места писания. Три места писания. Дальше. Бог есть дух. От человека есть дух. Правильно я понимаю, что в человеческом духе... Вот теперь о духе я отвечаю. Вот ответ где, который прочитали впереди. Вот он ответ. И дальше. Так, Ио 14-12 человек ляжет и не станет до скончания неба. Да, вот отвечаю. Святые на небе пока только душами. Ну да, я посчитаю. Посчитайте места, я просто уже некогда. Вот. Без антиминца. По учению православной церкви невозможно совершить литургию. А антиминц и ценен тем, что в нем зашиты мощи святых. Мы православные, а значит в каждом нашем храме есть антиминцы с мощами святых. Значит у нас антиминцы с мощами. Ну все на этом. Богу слава. Благодарю. Спасибо, Христос. Мы многое прошли сегодня, потому что почта огромная, хотя я и не все еще здесь публикую. Далеко-далеко не все. Видите, сколько приходит людей, которые желают знать истину. Ну пусть бы работал над этим людям-то. Время было, он не знает, с чем заняться. А если бы семь раз в день становился на молитву, не было, явно что не молится. Да не может быть, ну я не знал, дальше он будет говорить ошибся, но ты не знал, Дух Святой знал. Значит связи с Духом Святым никакой нету. Какими словами он поносит, а что он имеет? Ничего, злоба ослепила. На первом месте я держусь здесь, Исидор Пелосиот говорит. Он говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. И вот у него такое состояние. А можно ему выйти? Не знаю. Очень сильно похоже, что он уже похулил Духа Святого. Столько слов, столько всего. Если будет во всем этом покаяние, и примет это Господь еще, а то во время покаяния может язык вывалиться и назад не затащит в рот. Все на этом. Во славу Божию!